Сейчас очень важная информация для тех ребят, кто хочет работать с нами в одной команде. Отец отвечает за сына, сын отвечает за отца. Знакомьтесь, Артём Нахаев, Артём, привет! Вот эти четыре автомобиля имеют стоимость в районе 250 тысяч рублей. Ну что, у нас продолжение гоночной серии Zerkamp. Я гоняю в своём классе, с Айбайса 1000. У меня стандартная машина, без каких-либо заряжалок. Ну, короче, вот сейчас собираемся и... Добро пожаловать в гости! Это мой маленький мир на ближайшие полчаса. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в гости! 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 Наши заездки закончились Сейчас ребята поехали по трассе Которая состоит сплошь из грязи Я такой неспособен Ну что, друзья Мы рассказываем вам много Об автомобильном бизнесе Во всех этих автомобилях И тут пришла мне в голову Одна мысль Давайте периодически вас буду Знакомить с нашим ассортиментом Не для того, чтобы что-то продать А для того, чтобы Рассказать, чем одни машины Отличаются от других Вот, к примеру, я сегодня решил Провести такой тест-обзор Среди автомобилей Которые находятся у нас на площадке И имеют стоимость до 250 тысяч рублей У нас сегодня в обзоре принимают участие Chevrolet Aveo Peugeot 207 Opel Corsa Hatchback Купе 2 двери И Deo Nexia Вот эти 4 автомобиля Имеют стоимость В районе 250 тысяч рублей Но при этом у каждого Есть свои преимущества и недостатки Я попробую вам рассказать об этом Прошу относиться К моему мнению Как к моему мнению И из этого создать свое мнение Старая, добрая узбекская Nexia Про такие автомобили говорят, что в них Минимум комфорта, но максимум надежности Визуально я вижу, что на этом автомобиле Есть небольшие вот такие вот царапинки Какие-то небольшие скольчики Но в целом, вот если посмотреть Ровность вообще металла на кузов То в принципе она удовлетворительная Нет каких-то больших и серьезных замечаний О чем это я? Я о том, что экстерьер, то есть внешний вид автомобиля Как правило определяет его стоимость Вот эта вот машина выглядит неплохо Поэтому я думаю При цене в 225 тысяч рублей В нашем автосалоне Она будет продана достаточно быстро Но, что очень важно Очень важно посмотреть Технические рекомендации нашего автоцентра Технические рекомендации Сервисники рекомендуют поменять Передний правый ступичный подшипник Просят отрегулировать задние ступичные подшипники И что очень важно Посмотреть рулевую рейку Что еще пишут ребята с нашего сервиса? Ребята пишут, что требуется замена хомута Пыльника внутреннего шруса Компьютерная диагностика говорит о том Что в двигателе ошибок нету Что по рекомендациям? По рекомендациям замена масла Замена подшипника И ремонт ручного тормоза Весь этот ремонт Очень важно Обойдется новому владельцу этого автомобиля В 3600 рублей В принципе за 228 тысяч 500 рублей Вот такая вот машинка Помните в одном из логов Мы показывали моего зама Кто отвечает за административно-хозяйственные вопросы Видите вот этого бравого мужчину Вышагирующего шаг за шагом Человек который служил когда-то в наркоконтроле И гонял спекулянтов наркотой Сейчас я хочу вас познакомить Теперь с его сыном У нас в семье Преемственность Отец отвечает за сына Сын отвечает за отца Знакомьтесь Артем Нахаев Артем привет Я хотел его так хлопнуть Он схватил сразу Волка Сразу оп И челюсть сжалась Артем является менеджером отдела продаж Видите так смущается На самом деле Акула Акула Я очень опасный человек Артем в двух словах Расскажи Сколько ты работаешь у нас в компании Так В компании я получается Работаю уже порядка 6 лет Как ты попал в компании? Я был торговым представителем Сити компании Вимбельдан В один прекрасный момент Остался без автомобиля И То есть ты по этому делу Остался без автомобиля? Ну ладно Уж чем мы сразу Было дело Да Остался без прав И другого выхода Как попроситься В компанию На любую должность Лишь бы Остаться с хлебом Не нашел Представляете Нужда Привела этого парня К нам в компанию И он задержался На 6 лет Так тебе же права Наверное выдали Давно-давно Я их вернул через суд Судом Да То есть ты убедил судью Что ты был трезв Медведев Медведев убедил страну Что 0,17 промилле Это хорошо Сейчас я вам покажу Настоящих спортсменов То, что происходит На трассе Это полная шляпа Относительно Вот этого спорта Парни Вот этот спорт Как называется? Туда дуй Обратно А обратно Выхлоп Айда Ну давай Расскажи два слова Как у тебя будет Нормально Пока все идет по плану В первом заезде Два привода сломали Айда Охуяна Прошу ломать не будем Слушай, как тебе трасса? Трасса шикарная Это лучшая трасса в России Не, серьезно Серьезно? Я знаю, кто ее делал Лью Гомберг делал Отецкого ее делал Охуяна Продолжение следует... 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 не будем. Ну что, убираем? Смотрим сюда. Что я вижу? Я вижу автомобиль своей мечты. Я считаю, что автомобили Peugeot те самые машины, которые делаются действительно от души и с большим сердцем. Что мы имеем? Мы имеем Peugeot 207 2008 года по цене 248 тысяч рублей. Что по кузову? По кузову мы видим ровные чистые борта. Вот по крайней мере с левой стороны. Справа я тоже не вижу никаких замечаний. Вот тут есть какая-то маленькая точка, но она играет на блик и я думаю, что вам эту камеру не будет видно. Давайте посмотрим, что сказали ребята с нашего сервиса по этой машине. Прямо сразу чувствуется, твое это или нет. Я вот сижу за рулем такой машины, я вот прям чувствую здесь все мое. 207 это спортивная базовая машина. У нее, если нормально вложить денег с точки зрения двигателя, коробки передач, тормозов, то эта малышка втащит кому угодно на хорошем им треке. Теперь самое интересное, что написали наши ребята с нашего сервиса про эту машину. По состоянию экстерьера, сколы на правом пороге, трещинка на переднем бампере, царапина на переднем бампере. Ремонт без покраски. Что касается технического состояния автомобиля. Двигатель просит замены ремня и замены ролика. Как пишут наши ребята, это стоит порядка трех тысяч рублей в нашем сервисе. Прокладка корпуса термостата, видимо, что-то там подтекает, либо подпотевает. И рекомендуется посмотреть герметизацию поддона ДВС. Это сто процентов. Нет пока никакой проблемы, но запотевание поддона говорит, что там в будущем гарантированно будет проблема. Что по коробке передач. Здесь механическая коробка передач. Наши ребята рекомендуют заменить выжимной подшипник. По подвеске и рулю требуется замена опорников, это передних амортизаторов, сайлентблоков передних и задних, поперечных рычагов. Рычаги это дорого. Передние подвески левые и правые и сайлентблоков задней балки. Про электрооборудование. Не работает обогрев правого зеркала. Некоторые нити обогрева заднего стекла. Есть проблемы с кондиционером. Что касается калькуляции, ремонта, вот тех рекомендаций, которые указали наши ребята. Здесь на самом деле выйдет достаточно кругленькая сумма и перед тем, как покупать вот такой автомобиль, вы тоже должны быть готовы к расходам. Это жестко, но честно. Не готовы тратить дополнительные деньги в купленную машину. Не стоит покупать вот этот автомобиль. Ну что, друзья, в обзоре последний автомобиль, последний участник нашего обзора, но он самый свежий, как ни удивительно. Это Chevrolet Aveo 11 года выпуска с пробегом 123 тысячи километров и при этом имеет стоимость 256 тысяч рублей. Я думаю, как конферансье. Ну что, господа, посмотрим, ну пойдемте посмотрим. На самом деле я давно сам не продавал автомобили и честно, я уже давно не выходил на торговую площадку для того, чтобы детально осмотреть в один момент такое количество машин. В принципе, ровный автомобиль. Еще вот на таких вот блатных белых дисках, это вот в свое время в Казани был вообще прям хит. У кого есть белые диски, тот крутой пацан. Я вижу, что здесь машина ухоженная, вот здесь проблемка, вот здесь вот немного, немного содрана краска, есть вот тут вот, если вот этот блик будет виден на камеру, вот тут на капоте есть небольшая сучка. В целом ровная машина, но вижу повреждения лобового стекла. А что касается технического состояния вот этого автомобиля, в принципе, если мы посмотреть на лист рекомендаций, вот этот вот блок относится к внешнему состоянию машины. Это какие-то мелкие сколы, царапины. Все это связано как раз передней частью автомобиля. Видимо, она действительно много ездила по трассе. По двигателю нет никаких проблем, требуется замена ремня генератора, деформирован телевизор. Телевизор это то, на чем крепятся крылья. Значит, там были проблемы. И согнутые болты крепления от удара. О чем это? Видимо, у автомобиля был удар в переднюю часть. По подвеске. Подвеска требует замены крестовины рулевого карданчика. Что это такое рулевой карданчик? Это вот такая вот маленькая штуковина. Я не знаю. Замена наружного шрус правого привода, замена рулевой тяги, замена заднего саленблока. Причем обоих. Рекомендуется замена колесных дисков на стандартные. Видимо, эти умерли на каких-то проселочных дорогах. Ну что, друзья, вот в принципе, по замене ремня генератора, замену шруса, замену свечей, зажигания, замену фильтров 7800 рублей. Но это без того, что я вам сказал. Поэтому опять вопрос. Везде требуется вкладывать деньги. Друзья, у нас как в анекдоте. В обзоре участвовали американец, француз, немец и узбек. Кто из них оказался лучше? Это будет исключительно субъективное мнение. Я считаю, все зависит от цели покупки автомобиля. Хотите купить надежную рабочую лошадку? Возьмите Nexio, черт возьми. Может быть, это не будет какими-то понтами, как, допустим, на Peugeot 207. Но, по крайней мере, это не остановится там, где не нужно. Хотите автомобиль с хорошим клиренсом? Chevrolet Avia. Отвечаю, зуб даю. Вот эта вот машина ходит много где и много почему. В том числе и по всякому говну. Лично я в свое время ездил на таком автомобиле фантастически. Знаете, куда я ездил? Ездил на охоту. Клянусь, ездил на охоту на этой машине, на гусей. Гусей настреляли, все, рыбы наловили, проезжали там, где ехали уазики. Ну и Opel Corsa, это вообще на любителя. То, что стоит в нашем салоне, мне, откровенно сказать, не нравится. Как с технической точки зрения, так и с эстетической. Ну, какая-то она уже уставшая. Поэтому, друзья мои, оставляйте свои комментарии. Что вы думаете по поводу вот таких вот обзоров? Вам нравится, не нравится? Если нравится, пишите, что нравится. В следующем обзоре я хотел бы вам рассказать, что можно купить по цене до 500 тысяч рублей на автомате. У нас этих машин здесь тоже миллион. И вообще есть мысль сделать, что можно купить до миллиона. Есть мысль, что можно купить за 2 миллиона. Пишите, что вам интересно. Мы будем делать вот эти вот обзоры с Лёхой, снимать для вас. Учиться правильно разбирать все технические недостатки, либо преимущества автомобилей. И тогда мы точно будем для вас полезны с точки зрения продавец-покупатель. Начинаем с вами взаимодействовать. Друзья, сейчас очень важная информация для тех ребят, кто хочет работать с нами в одной команде. Вчера заходили девчонки с отдела по подбору персонала и сказали, что нам не хватает сегодня 40 человек. Представляете? Причем я посмотрел список вакансий. Там начиная от техника по подготовке автомобиля, заканчивая директорами направлений. Это вообще фантастика. Впервые в нашей компании столько не хватает людей в один момент. Все это происходит не из-за того, что от нас кто-то убежал. На самом деле за последние 3 месяца от нас уволилось всего лишь 2 человека. А это все дело в том, что мы растем, причем растем фантастически, очень быстро. У нас сейчас вот такой вот прям просто ракетный вертикальный подъем. Нам нужны люди толковые, смелые ребята. Нам очень важно, чтобы вы хотели работать с нами в одной команде. Это ключевое. Если вы хотите действительно раскрыть свой потенциал, наша компания – это то место, куда вы должны были попасть. Если вы поняли, что эта информация действительно для вас, заходите на сайт автосеть.рф, там есть раздел «Персонал». Подавайте заявку, звоните девчонкам и скажите, что от меня. Спасибо. Продолжение следует...